Привет, красотка! Сегодня мы с тобой разберем очень важную для всех девушек, девочек, женщин, может быть даже, тему Как добиться идеального тона лица? Вы очень часто мне говорите, что у меня якобы идеальный тон лица, но вы, конечно, видите то, что я даю, увидите Так что сегодня я хочу поделиться своими лайфхаками, что я делаю, чтобы мой тон лица выглядел, по крайней мере, идеальным Для меня это не только тональник и кисточка, например, это ряд процедур Начиная, как все всегда начинается изнутри и заканчивая уже какими-то внешними факторами И, наконец-то, возобновляются наши подарки в каждом видео В прошлые видео были посвящены коробочке, и я не хотела как-то это мешать Но с коробочкой, в принципе, уже все Спасибо вам, кстати, большое за такую активность Я просто была в шоке, когда сайт упал в первый же день, и вы все раскупили Ну, в общем, мы можем возобновлять наши подарки в каждом видео И сегодня будет очень классный подарок Это сверкающая маска от Glam Glow Я думаю, вы видели такие уже на просторах интернета Она безумно стильная Странно говорить вообще такое про маску Но она очень красивая Она прямо сверкает на лице И все 30 минут, пока она работает у вас на лице, можно делать селфи Можно беситься с подругой, изображая из себя пони Потому что, на самом деле, идея маски Это скопировать персонажей из мультфильма вроде бы My Little Pony Я не смотрю телевизор, я не знаю Но это выглядит классно Поэтому смотри до конца, чтобы узнать условия конкурса А мы начинаем Как и большинство тем, которые я затрагиваю на своем канале Эта тема не однобокая Она требует такого, знаете, 3D-рассмотрения Потому что просто-напросто научиться наносить красиво тональный крем Этого недостаточно Ну, как я считаю Поэтому я разделила тему нашего видео на две части Это такая внутренняя сторона медали и внешняя С внутренней точки зрения мы сначала поговорим Потому что это, как я считаю, наиболее важные моменты Но они, знаете, такие долгосрочные То есть их нельзя вот так вот выполнить в один день И все, у вас кожа идеальна Нет О чем я именно говорю? Это, конечно же, питание Потому что хорошая кожа начинается с нашего желудка, девочки Начинается с того, чем мы питаемся Что мы потребляем И насколько это здорово Насколько это нам полезно и нужно Либо это, наоборот, токсично, вредно И все это везде у нас откладывается И на лице точно так же Так вот, это правильное питание У нас зимой, конечно же, наличие витаминов, фруктов, овощей Не такое обильное, как летом Поэтому, кстати, это как одна из причин Поэтому у нас зимой кожа намного тусклее Намного более, знаете, такая безжизненная Летом как-то все происходит хорошо Там у нас солнце, витаминчики Свежий воздух часто А зимой как-то все наоборот Поэтому в наших с вами руках, чтобы наполнять себя и зимой Витаминами, фруктами, овощами Пить достаточное количество воды Хотя зимой воду пить не очень хочется Но надо, девочки, очень надо Гулять на свежем воздухе, конечно же Зимой, кстати, это располагает Потому что появляются зимние виды спорта Коньки, там, лыжи Можно просто погулять, полепить снеговика Это здорово И заодно вы дышите свежим воздухом И ваша кожа наполняется кислородом Точнее, ваша кровь наполняется кислородом И это уже сказывается хорошо и на коже, и на организме Это такая вот у нас первая сторона медали Внутренне И переходим ко второй части Вторая часть это внешняя, как вы могли догадаться Это все-все махинации с нашей кожей От тех средств, которыми мы пользуемся Которые мы наносим на нашу кожу От уходовых средств до массажа лица и всего прочего Поехали Итак, у меня вопрос к вам С чего же мы начинаем создавать наш идеальный тон лица? Давайте ваши варианты, ответы Если кто-то сейчас ответил консилер или тональник Или база под макияж, то нет, девочки Начинаем мы с правильного ухода Потому что именно то, как мы подготовим кожу к макияжу Влияет прямым образом на то, какую картинку мы будем иметь в конце Уже и с макияжем, и со всем И у меня из ухода сейчас это серия L'Eppetit Marseille У них такие две новые линейки вышли Это я просто по одному средству из каждой линейки взяла Чтобы демонстративно показать Свежесть розы Она такая в розовом цвете Очень, очень вкусно пахнет И сияние абрикоса Если честно, мне эта линейка понравилась больше Поэтому я сегодня такая в этом цвете Они созданы на основе бьюти витамины формулы С антиоксидантами, витаминами, природными экстрактами И действительно могут вернуть нашей коже ощущение лета Вот это свежее сияние Особенно вот мне нравится сияние абрикоса Потому что всего лишь вроде бы это уходовая процедура Но после нее кожа даже без макияжа Уже приобретает такое, знаете, настоящее внутреннее сияние Подсвечиваемое изнутри В обеих из этих линейок представлена трехступенчатая система ухода То есть как мы всегда и должны делать Гель скраб Он очень мягкий и подходит для ежедневного применения И что мне нравится, что он не только очищает лицо Но и действительно скрабирует очень мелкими частичками личика Что позволяет убирать вот эти омертвевшие клетки А собственно из-за чего у нас все время такой Ну не все время, а из-за чего в большинстве случаев появляется со временем, с возрастом Такой, знаете, нездоровый, будто бы плоский матовый оттенок даже кожи Потому что многие упускают шаг от шелушивания нашей кожи То есть омертвевшие клетки, они не сходят с кожи и не обновляются Из-за этого вот такого вот природного, настоящего здорового эффекта кожи нет Пока мы с вами еще молодые, может быть это не так сильно заметно Но уже сейчас это нужно девочке делать Далее этап тонизирования Здесь у меня тонизирующая вода Она очень освежает, увлажняет кожу Подготавливает к следующему этапу увлажнения И дальше у нас увлажняющий гель-крем Очень легкий, буквально тающий на коже И в нем есть мерцающие частицы Поэтому от него кожа сияет как летом После того, как мы с вами закончили с уходом Переходим к самой такой простой части Почему макияж я считаю самый простой? Потому что буквально за 30 минут Из нездорового фактически лица Мы можем превратиться в супер румяную, бодренькую конфетку И выглядеть на все 100 Но опять же, без предыдущих пунктов, о которых я вам говорила Такого эффекта не добиться Давайте разберемся по порядку с макияжем Здесь у нас много достаточно пунктов Это и основа под макияж База под макияж Которая также должна подготавливать нашу кожу Она должна либо скрывать поры У кого они сильно видны И она как бы, знаете, должна ретушировать Как будто бы фотошопом таким быть на лице Мне нравился больше эффект сияния Это когда в базе под макияж находятся Светотражающие частички И затем уже после нанесения тональника Их тоже видно И как будто бы даже хайлайтер не нужен Такое, знаете, свечение кожи изнутри Дальше очень важный пункт для идеального тона лица Это подходящий цвет тонального крема У меня есть отдельное видео о том, как подобрать свой тональный крем Давайте где-нибудь здесь его оставлю Но самый такой главный лайфхак Я просто скажу, что тестируйте оттенки тональника Всегда вот здесь Вот эта переходная граница между шеей и лицом А не на лице Или не на руке Ни в коем случае Которая вообще отличается по цвету от лица И не наносите тональную основу Знаете, вот так вот просто из тюбика, допустим И чтобы она вот так вот сливалась А потом растушевываете И, короче, получается очень толстый слой Чаще всего появляется неравномерный слой Поэтому наносите лучше нужное количество Вот сюда А затем уже спонжем или кистью набираете отсюда Как будто, знаете, из этой штучки Палитра у художников Да, почувствуйте себя художницей Если хочется менее стойкий эффект даже у стойкого тональника То есть менее плотное покрытие Хочется более такой, знаете, увлажняющий эффект Можете сначала нанести тональное средство буквально там точечками на лицо А затем нанести на спонж или на кисть Ваш увлажняющий крем или какую-нибудь сыворотку И уже вот этим спонжем, вот этой кисточкой растушевывать тональное средство Тогда даже самый стойкий тональный крем Он действительно ляжет так аккуратненько Ляжет не плотно Консилеры и оттеночные консилеры Это, наверное, отдельная тема Опять же, вот отдельное видео об этом Как убрать синяки под глазами Какими консилерами нужно пользоваться, чтобы замаскировать Красные, пигментные какие-то пятна Зеленые, синяки под глазами Если у вас синяки желтые, если у вас синяки фиолетовые В общем, это вот отдельную тему я поднимаю там Но в любом случае, если вам нужно отдельное средство для проработки области вокруг глаз То это консилер Но наносите его, опять же, правильно Не просто вот так вот, где вы видите, синее Вот сюда вы нанесли и растушевали Чаще всего такой эффект, наоборот, подчеркнет синяки под глазами Так что наносите консилер в виде треугольника Уходящий вот к вискам на нет Пудра Хотите пользоваться пудрой, пользуйтесь пудрой Если у вас сильная жирная кожа, то можно наносить на Т-зону, например Это зона, чаще всего, которая жирнится Если не хочется пользоваться пудрой Хочется ставить такой эффект тияния То не пользуйтесь пудрой Либо же используйте матирующие салфетки в течение дня Они очень легки в применении Просто отрываете кусочек, прикладываете к жирной области лица И убираете, и жир абсорбируется в эту салфеточку Что можно сказать насчет румян Корректоров, хайлайтеров Вообще все это по желанию Конечно же, при правильном использовании Они создадут вам идеальный Какой-то фарфоровый, румяный Как вы захотите вообще, какой вид лица Из треугольной формы лица можно сделать овальную Из квадратной формы лица можно сделать овальную С помощью корректора Зимой я без какого средства точно не обхожусь Это без румян Потому что без румян, мне кажется, мое лицо становится каким-то плоским, безжизненным Даже если на нем есть тон И, казалось бы, уже тон выровнен Но все равно вот этой какой-то свежести летней Когда тебе ущипнули за щечки Когда ты там побегал, например, на улице Этого не хватает И точно так же хайлайтер С хайлайтером такая есть фишечка Очень много сейчас, в принципе, есть хайлайтеров Очень много выбора Но те хайлайтеры, у которых вот эти вот частички светоотражающие Которые должны блестеть на вашей коже Крупные То есть вы прям берете и, знаете, видите эти блески прям отдельно Чаще всего они будут только подчеркивать неровность вашего тона Они могут смотреться красиво на какой-то особенный, может быть, макияж Но чаще всего суть хайлайтера в том, чтобы подсветить область лица будто бы незаметно Чтобы не было видно, чтобы вы провели вот так вот просто мазок такой И там блески такие вот, знаете, как от маски Glam Glow, которую я разыгрываю в этом видео Поэтому тестируйте хайлайтер у себя на руке Вот так вот проверяйте Если частички почти незаметны И вы просто видите такое, знаете, переливающее перламутровое сияние То я вот именно таким хайлайтерам отдаю предпочтение Они действительно подсвечивают лицо Ну и под конец я пользуюсь фиксирующим спреем Раньше немножечко так боялась этого средства Типа, знаете, ты нанес такой макияж Все хорошо и еще какой-то водой себя брызгать Но я заметила, что действительно с фиксирующим средством Из базы под макияж до макияжа Все держится намного лучше И выглядит свежее в течение дня Не нужно поправлять Вот такие вот мои лайфхаки Такие мои советы на эту тему Я думаю, что каждая девочка может добиться своего идеального тона лица Ну что, а мы переходим к конкурсу на маску Сверкающую маску от Glam Glow И условия мега простые Это поставить лайк на это видео Я надеюсь, что оно вам было полезно И вы и так хотели поставить лайк Также подписаться на мой инстаграм Он будет сейчас где-нибудь вот здесь И напишите в комментариях к этому видео Любите ли вы зиму? Как зима отражается на вашей коже? Как вы продлеваете себе лето? Какие, может быть, у вас есть лайфхаки, чтобы выглядеть свежее? Выглядеть, знаете, бодрее как-то Хотя зима не особо располагает к этому И обязательно к комментарию прикрепи свой ник в инстаграме Чтобы мы с тобой связались в случае, если именно ты станешь победительницей Не забывайте, что все итоги у меня всегда в сторис в инстаграме Поэтому не пропускайте Ну вот и все Совсем скоро выйдет видео о новогоднем макияже Надеюсь, что вы его ждете А также не забывайте подписываться на Лепетит Марселье в инстаграме Я оставлю их аккаунт у себя в описании И узнавайте больше о том, как вернуть лето по хэштегу Лето вам к лицу Все, я вас очень сильно люблю И улыбайтесь чаще, красотки Пока!